ребята всем привет знаете что это такое да многие наверное не знаете ноги такого и не видели а видели наверное ваши отцы вот так что идем сегодня туда где таких вещиц очень очень много ну не только таких вообще винтажных вот все это я вам покажу и о некоторых вещах может быть даже я расскажу когда гребят как многие могут подумать это барахолка или балашин рынок куда мы сегодня отправляемся а вот и нет ребят это музей музей носят гордое название музей индустриальной культуры вроде бы индустриально что такое отталкивающее даже что это такое но если подумать индустриальная то есть индустрия это то с чем мы каждый день сталкиваемся то есть это те товары те приборы те вещи которые присутствуют в нашем повседневном обиходе так как это музей здесь собраны вещи прошедшей эпохи то есть это вещи ваших пап мам бабушек и дедушек вот сейчас мы отправимся и посмотрим на все эти замечательные вещицы и 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 Ребят, как только заходим внутрь, сразу бросается вот этот вот запах старины, кто знает, кто бывал, когда вы приезжаете после зимней спячки, так сказать, на дачу весной, да, если дача особенно старая, там ей уже лет 50, там где-то в домик, да, и вот вы приезжаете, вот этот вот запах старых книг, старых вещей, старой кожи какой-то, вот, одним словом, ребят, заходим, смотрим, буду вам показывать, рассказывать. Ребята, кто помнит таких Дедов Морозов? Опять же, Деда Мороза, наших дедушек и бабушек, сейчас Дедов Морозов нет, сейчас какие-то Санта-Клауса, они сплошные. Здесь столько всяких вещей, которые, даже я не знаю их назначения, вот какой-то телефон, то ли это что-то такое мини-АТС советское. Так, а кто, ребят, помнит, такие вот компьютеры, первые ноутбуки стоили бешеных денег по тем временам, и производительность везде была, мягко говоря, не на высоте. Лично у меня вот в детстве была такая игрушка, как она называлась-то, вездеход, луноход или что-то такое. Она программировалась пультом, находящимся на корпусе, и она, то есть, выполняла какие-то действия, то есть, там, грубо говоря, 5 шагов вперед, 3 шага вправо или влево, и потом у нее из центрального люка выстреливался такой винт, такой вертолетик взлетал. Ну, а это, ребят, зуботопные калькуляторы, счетные машинки такие. Ребят, короче, здесь столько всего, столько всевозможных устройств из нашей молодости, из нашего детства, что здесь просто можно ходить, я так думаю, часами ходить, глядеть и главное, что самое главное, все это можно трогать, все это можно потрогать, вот посмотреть, кто помнит такие батарейки, но, в принципе, и сейчас такие батарейки есть. А, мощные характеристики, а, ребят, Windows 2.03, MS-DOS 622, аппарат. Такие аппараты у нас стояли, помню, в школе, мы на них играли в Принца Персии, ну и другие такие, а Doom, помните такую игрушку? А если кто-то подумал, что это радиатор охлаждения от чего-либо, ничего подобного, ребят, это такой носитель информации. То есть там внутри находятся какие-то, не помню, как точно называется, ребят, не буду врать, колечки, которые намагничивают, к ним подходит несколько проводков с разных сторон, и они, в зависимости от того, с какого провода идет напряжение, они намагничиваются особым образом. То есть, соответственно, с какой степени они намагнитились, то такой символ они и хранят, там, ноль или единицу, да, ну, помните, да, двойничная система исчисления используется в хранении информации. А вот еще аппарат вообще супер, компьютер БК. Такой аппарат у нас стоял в школе, опять же, и на нем мы даже что-то там пытались программировать, не помню, как, а, на бейсике, что ли, что-то такое было. Ой, ребята. А вот Pentium 1. Это уже аппарат был в предел всех мечтаний, как говорится, каждой детворы, по крайней мере, в моем время. А вот, ребята, а вот компьютер Искра. Это вообще аппарат жесть. У него оперативка 640 килобайт, жесткий диск 20 мегабайт. Ну, то есть, вообще. Зверь, а не компьютер. Ну, ребята, я всегда знал, что Apple это все-таки гейская тема, да. А вот, смотрите, вот такие мы кинтоши стояли у нас в школе, опять же, уже где-то в мои выпускные классы. Там уже стояла такая Windows, точнее, не Windows, а там это стояла Mac OS, но очень похоже на Windows. Было очень легко и просто работать уже. Вот, смотрите, а здесь можно даже что-то нажать, наверное. Ну-ка. А, нет, не работает. Там внутри дискетка. Ну, ладно, посмотрим дальше. Ну, что, ребята моего поколения, помните такие аппараты? Выйдешь на деревню, врубишь на село, и все, первый парень. А вот в таких, ребят, сапогах, и они называются бурки, ваши родители, может быть, даже ваши бабушки, дедушки бегали по двору, играли в снегу, ну и просто взрослые ходили по своим делам повседневным. Очень теплая обувь. Никому мышка не нужна, ребят. Любые, на любой вкус, цвет и джойстики тут каких хорош. А, ребят, кто помнит такие модемы? На заре становления интернета в нашей стране. Вот именно через такие модемы выходили в сеть. Они сейчас как, да, выделенка, оптиковлаконная связь. Да, ребят, вы, наверное, и не знаете, что раньше были такие телефоны. Ну что, найдет кто-нибудь свой телефон? Был у кого-нибудь такой подобный? Да, и помимо того, что раньше телефоны отличались от тех, которые мы используем сегодня, да, все нужно было получать разрешение на пользование мобильным телефоном. Все было не так просто. Самые первые телефоны были, опять же, не такие маленькие. А вот такие вот чемоданчики нужно, приходилось с собой таскать. То есть реально чемоданы. Обычный мобильник на обычной док-станции. Вот, видите, у меня мой первый мобильник был, а вот вижу Ericsson A1018S. Вон он лежит. От края. Раз, два, три. Четвертый. А вот, ребят, кстати, штука, Pager называется. Это еще до мобильных телефонов был. Ну, или он был даже тогда, когда первые мобильники появлялись. На него приходили просто текстовые сообщения. То есть вы звонили по определенному номеру телефона в абонентскую службу и говорили, барышня, передайте абоненту такому и такому-то, что жду его там-то, там-то. И через несколько секунд на Pager приходило текстовые сообщения. Там был маленький экранчик. И там высвечивалось, значит, там Вася, иди туда. Все. И Вася шел. Да, и как же работали, да, эти Pager. Передатчики находились в основном у всех этих компаний на Останкинской башне. То есть радиус действия этих Pager был порядка, максимум, по-моему, 200 километров от Москвы, куда добивался этот сигнал. То есть если вы, опять же, были вне зоны действия, где-то там Pager не показывает, что сигнал есть, соответственно, вы сообщения не получаете. Поэтому приходилось говорить, девушка, продублируйте Васе, чтобы он пошел там три раза, там, через каждые пять минут. Тогда была высокая вероятность, что вы сообщения все-таки получите. Ребята, о таком, наверное, поколении 90-х уже и не знает. Вот раньше, чтобы оплатить проезд в общественном транспорте, нужно было зайти в автобус. Там висели такие вот аппараты. Вот. Бросалась сверху монетка. Вот. Стоимость проезда была 5 копеек. А багаж стоил одно место 10 копеек. Как это все работало. То есть мы бросали сюда монетку. Здесь была заправлена лента билетная. Мы крутили. Отсюда вылезал билетик, сколько нам нужно. Мы его отрывали. То есть все было поставлено на честность. Вполне можно было и не платить. Но окружающие вас, пассажиры, просто заклюют своими взглядами. Потому что это было не по-советски. Это, товарищи, было нечестно. Ну а позже появились вот такие компостеры. То есть вы покупали заранее билетики. Вставляли их здесь где-то вот сверху. Сюда вставлялся билетик. Нажимался. И вы его компостировали. Контролер, вошедший, мог проверить ваш билетик. Здесь его прокомпостировали или нет. Потому что там вот эти вот жала, они в каждом автобусе, в каждом троллейбусе были в разной последовательности установлены. То есть такой, можно сказать, перфорированный код. Ребята, а у всех сейчас есть домашний стационарный телефон, да? В эрум развития мобильной связи. Вот такие вот аппараты стояли. Раньше в обычных квартирах. И не только в квартирах. В учреждениях всевозможных. Да, вот помните, мы заходили. Где-то на входе там был такой вот советский, может, советский мини-АТС. Вот такие изящные телефоны были. Были также. Такие вот телефоны были. Это военные уже. Причем здесь на таких телефонах нет диска номера набирателя. А здесь все соединялось через телефонистку. Типа там снимаешь, крутишь ручку сбоку. Телефонистка отвечаешь, говоришь там, каскад там соедините с колесницей там, ну или что-то такое. Это вот что-то какая-то антенна. Очень похоже на спутниковая, но это не спутниковая. Ребят, признавайтесь, у кого на даче стоят еще такие холодильники? Я не удивлюсь, что этот холодильник еще в рабочем состоянии. Ну и, конечно, холодильники ЗИЛ. Это вообще классика. Это вам, товарищи, не Дайсон. Это обычный советский пылесос «Чайка-3». Ребят, смотрите, мотороллер, да, мопед, не знаю, как правильно, мотороллер, наверное, да, на базе велосипеда сделан. То есть на весь навесной двигатель, самый какой-то, наверное, слабенький. То есть к своему стыду я даже не помню, как это называется, модель. Вот мы таких гоняли по дворам. Москвы, и не только Москвы. Я помню, в моем детстве у кого-то в дворе был такой аппарат. Вот, ребята, а это я знаю, что это такое. Это робот. Полное его название – МОБОТ ЧЕ ХВ-2. Как это расшифровывается? То есть МОБОТ – это моторизованный робот. ЧЕ – значит Чернобыль. ХВ – значит химические войска. Ну а два – это, наверное, номер модели. То есть такие роботы использовались при ликвидации чернобыльской катастрофы, которая произошла в 1986 году. Таких роботов, именно таких, было собрано всего три штуки. Два робота отправились по своему прямому назначению на ликвидацию в Чернобыльской катастрофе, в Чернобыль, да, на Чернобыльской АЭС. А один робот оказался вот здесь. То есть изначально он был не здесь, конечно, но потом он уже передали его именно в этот музей. Управлялся он дистанционно, по кабелю. Такая вот камера. Наверное, высокое разрешение. Да, вот чем-то мне вот эта камера напоминает, помните, фильм из детства «Короткое замыкание», да? Кто не смотрел, советую посмотреть в Бете в Яндексе, да, там где-нибудь на Рудтракере «Короткое замыкание». Фильм такой глуповатый, простенький, но забавный. Опять же, про робота. Ребят, подобный телевизор был у меня, только он немножко по-другому назывался. Этот ВЦ-381, у меня был ВЦ-311. Вот. Здесь можно было даже яркость регулировать, цветность. А знаете, как все он настраивал? Здесь было всего 6 программ. А чтобы каждую программу настроить, вот этот блок, он вынимается. И вот здесь находятся такие вот колесики-ползунки. То есть вы двигаете эти ползунки и двигаетесь вдоль диапазона, чтобы настроить нужную программу. То есть, опять же, на каждую кнопку можно было задать свою программу. Вот такая вот техника. Никто мороженого не хочет, ребят. Всегда в детстве мечтал заглянуть в эту коробочку и просто полюбоваться тем обилием мороженого, которые находятся в этой тележке. Ну и легендарный велосипед Украина. В принципе, его... Таким велосипедом сейчас никого не удивишь. Они до сих пор встречаются на дорогах. И так же здесь представлено обилие советских велосипедов, всевозможных велосипедов. Так же и вот мопеды. Да, вот видите, с двигателем. Вот мопеды. Да, все-таки прекрасное было время. А вот велосипед из моего детства. Детский трехколесный велосипед Бабочка. А вот там ниже тоже велосипеды. Опять же из моего детства у меня был велосипед Дружок. А наши родители катались вот на таких самодельных деревянных самокатах. Не было тогда навороченных самокатов с силиконовыми колесиками. Ребята, сейчас у меня за спиной легендарный автомобиль Великой Отечественной войны. Один из легендарных автомобилей. Многие думают, что это полуторка. Вот и нет, ребят, это ЗИС-5. Полуторка он отличается тем, что его грузоподъем составляет 3000 килограмм. То есть 3 тонны. Вот. Вот такие вот дела, ребят. Здесь даже есть такие вещи. Такие вот автомобили. Еще вот на крыше автомобиля ЗИС-5 можете наблюдать такой вот рупор. Да, то есть раньше в советское время, в 20-х годах не было никаких ФМ-станций. Обычных даже УКВ-радиостанций. Вообще ничего такого не было. Все было по проводам. Вот такие вот рупоры устанавливались в городах, в деревнях. То есть это была даже часть гражданской обороны. Все, вы помните, да, от советского информбюро. Вот именно через такие рупоры объявлялись все важные решения советского правительства. Все очень важнейшие события государства. Ребята, кто помнит часы с кукушкой? Смотрите, сколько здесь всяких советских часов. И не только советских. Вот, ребята, смотрите, какие здесь часы, какие будильники. Такие вот будильники, такими пользовались наше предыдущее поколение. Кто-нибудь помнит такие вот фонарики? В таких фонариках использовались батарейки, такие квадратные. Причем многие фонарики могли светиться разными цветами. Сбоку там был переключатель. И опускались стеклышки зеленые, красные. Вот такими батарейками, ребят, питались эти фонари. А на язык-то вы их пробовали? Кто-нибудь помнит? Вкус этих батареек. Ребят, кресло из парикмахерской. Вот в таких креслах раньше стригли. Они как сейчас на стульчиках, там на каких-то модных креслецах. Вот такое кресло стояло в каждой парикмахерской. А кто был малоростом, типа меня. Вот здесь вот клалась дощечка сверху. Ну и садился прямо на эту дощечку и ногами прямо на кресло. А что делать? Не хватало роста. Ну что, любители фитнеса, вот вам советские велотренажеры. Я помню, еще в бытность моей учебы у нас стояли такие тренажеры в спортивном зале. О, слабо было. До 140 можно было разогнаться на нем. О, как! Это вам не Майбах с Бентли. Вот телевизоры мы теперь можем смотреть прямо в мобильном телефоне. Раньше были вот такие вот, как контраст, да, советский телевизор и более поздний уже китайский телевизор. Витек. Это у нас уже конец 90-х, начало 2000-х годов. Ну а это самый что ни на есть советский телевизор электроника ВЛ-100. Ну а раньше, ребят, вот в таких телевизорах смотрели «Лебединое озеро». Это в первую очередь программа «Время» и другие важные события советской страны. Вот там, видите, телевизор с линзой такой стоит. Ну, он, 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 он там. Это телевизор КВН. Там был маленький экранчик, в эту линзу наливалась вода, то есть она двухстенная. Одна стенка плоская, другая стенка выпуклая. Внутрь наливалась вода и получалась обычная увеличительная линза. Вот. И за счет этого экран становился большим, прибольшим. Вот. Также были вот отдельно стоящие линзы, да, вот видите, над ним сверху, над этим телевизором КВН стоит линза. То есть она уже ставилась просто перед телевизором, и она как-то так увеличивала тоже. Вот. Смотрите, сколько здесь магнитофонов. Раньше музыку слушали не на флешках, не MP3, а именно на таких бобинах. Потом уже появились кассеты пленочные, но все это была пленка, все это аналог. А это вот советские радиоприемники, даже это можно сказать не радиоприемники, это радиолы. Это радиоприемник, совмещенный с проигрывателем грамм-пластинок. Вот. Лично у меня в детстве, точнее у дедушки с бабушкой, был вот такой радиоприемник Восток-57. Причем, что самое интересное, этот приемник, он не включался вот так вот, раз, включил, и он сразу где играет. Так как он был лампом, нужно было время, чтобы эти лампы разогрелись. И там было такое вот окошечко, и оно с крутилкой, и оно светилось таким загадочным зеленоватым цветом. Вот. И что самое интересное, там был не как в современных радиоприемниках, зашит один-два диапазона, то есть FM, там УКВ и там СВ, и все, да, или как в машинах. А там было много диапазонов, причем было несколько коротковолновых диапазонов. Вот они переключались вот этими вот клавишами, беленькими, вроде бы как из слоновой кости, ну типа из слоновой кости. Вот. И можно было поймать не только радиостанции, которые вещались в Советском Союзе, но и радиостанции вражеские. Вот. Ну и также дружественные из стран Варшавского договора. А можно было поймать какие-то непонятные звуки, видимо военные что-то передавали, какие-то шифрограммы. Знаете, я, ребят, помню инструкцию к этому приемнику, и там была целая схема, то есть он не просто так вот включил в розетку и все принимает, а ему нужно было еще соорудить целую антенну. Антенна, как правило, делалась за окном или на крыше, то есть там целая система была, то есть антенна, это там, как говорится, несколько проводов, соединенных там в какую-то систему, и только после этого все это должно было нормально ловить и работать. Должны помнить, вот такие вот приемники ВЭФ, да, легендарные приемники ВЭФ. Вот именно на таких бобинах раньше хранилась музыка. Также были и самодельные приемники, мыльницы, так называемые. То есть это продавались наборы для самостоятельной сборки радиоприемника. Кто помнит фильм «Ключи от неба», да, помните, Семен Лагода. Вот с таким приемничком он там везде ходил. Признавайте, стояли вот так у доски, мычали, не знали, что ответить, да, было, ну, было, ну. Иванов к доске, садись, Петров, два. Так, ну, а это даже, наверное, нынешнее поколение не знает, что это такое еще. Это, ребята, счеты, да, наверное, не знаете даже, как ими пользоваться. Да, это как десятки, сотни, тысячи. Ну, короче, как пользоваться, погуглите, сейчас не буду объяснять. Раньше ребята в школу ходили не абы как, кто в чем сейчас, да, а была единая форма. Вот такая форма советского школьника. Вот так вот выглядели школьники. Это уже пионеры. Видите, с красными галстуками. У кого красных галстуков не было еще, те были, носили гордое название «Октябренок». Ходили с красной звездочкой, с молодым уличием в центре. Вот, видите, у меня была такая вот, сейчас покажу, какая у меня была форма. Вот, вот такая форма была лично у меня. Вечно исписанный вот этот шеврон, изрисованный сбоку. Обязательно надо было что-то нарисовать. Долго он у нас не жил, этот шеврончик. Постоянно что-то дорисовывали. Знаете, ребят, фокус был вот с такими пуговицами алюминиевыми. Брали мел, который лежал у доски, под глазом себе сначала мелом рисовали, а потом алюминиевой пуговицей терли, опять же, под глазом. И угадайте, что получалось? Правильно, получался синяк. Вот. Помню, всем классом взяли вот так вот, нарисовали себе фингалы под глазом. И учитель был в шоке. Вот о таких игрушках мечтал каждый советский ребенок. Лично у меня, помню, была машина Зил. Вот вторая справа, слева. Ну а кто же не играл вот в такой настольный баскетбол? Ну а это, ребят, угадайте, что. Ну, я думаю, вы сами знаете, что это. Я вам не буду рассказывать. А если вы думаете, что это для проигрывания музыки, вы ошибаетесь, ребят. Это своего рода диктофон. То есть вот на этот носитель записывался звук, ну и потом с него же можно было этот звук прослушать. Вот, ребят, сами знаете, да? Получаем шифровку из центра. Вот, ребят, как вы видите, в этом музее все можно потрогать, все можно пощупать, повертеть. То есть полное присутствие. Как будто вы пришли не в музей, а пришли кому-то в гости, к знакомому, в гараж, где полно всевозможных интересных вещей. О, привет! О, привет! Субтитры подогнал «Симон»